Басмиллахи рахмани рахмани, альхамду лиллахи, раббил аламин, ассалату ассаламу аля сайдина и набина Мухаммаду аля алихи, ассаби и аджмаин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, дорогие сёстры, сегодня я хочу приступить к первому ролику, в котором я буду отвечать на очень частый вопрос, адресованный лично мне. Этот вопрос, почему я похудел, и как мне это удалось, и так далее. Вообще-то я перед собой не ставил такой цели и задачи похудеть изначально. Всё дело в том, что где-то около двух лет назад я обнаружил, что я получил такой диагноз, как сахарный диабет, второго ТИФа. Я обнаружил высокий сахар, когда пришлось долго залечивать одну рану, и когда проверили мой сахар, обнаружил сахар в пределах 15. Так как по протоколам современной медицины этот диагноз хронический, он неизлечимый, но, однако, я поставил перед собой цель изучить эту болезнь, так как этой болезнью страдала моя покойная мать, да смоет всевышние её грехи. И она покинула скоропостижно этот мир из-за болезни, из-за этой болезни и ряда других болезней, которые она заработала на почве сахарного диабета. И, естественно, я очень серьёзно подошёл к этому диагнозу, стал изучать этот вопрос, эту болезнь, изучать причины и так далее. И я случайным образом наткнулся на одного египетского инженера, который утверждал в Ютубе, на своём канале, что он вылечил свой сахарный диабет. И я начал идти его путём, он предложил определённую методику и так далее. И вот в итоге, когда я уже спустя полтора года, когда я могу смело заявить перед вами о том, что я таким образом смог вылечить сахарный диабет второго типа, и готов многим поделиться с теми, кто страдает этой болезнью, да и не только этой болезнью, и проблемами ожирения, инсулиновой резистентности и так далее. И я вот сегодня осмелился начать свой разговор о том, как мне удалось избавиться от этой коварной болезни. И заранее, забегая вперёд, я хочу всех, кто сегодня страдает, для которых большая проблема с сахарный диабет, сказать им, что в этом нет никакого повода печалиться, что при, естественно, достаточной силе, силе воли человека и настроя, оптимизма, он сможет вылечить сахарный диабет. И порой в течение, может быть, месяца, двух, трёх, в зависимости от степени тяжести этого заболевания, в зависимости от, наверное, особенностей разных людей. И за этот период вылечился не только я, вылечился мой родственник, вылечились несколько других людей, которые сумели таким образом взять под контроль свой сахар, своё здоровье. И сегодня я очень хотел бы, чтобы те люди, которые страдают сахарным диабетом, чтобы они взялись за такую методику и были уверены в том, что сахарный диабет второго типа можно вылечить. Я это могу доказать своими анализами. Я прошёл, можно сказать, провёл с собой разные испытания. Я отходил от этой диеты, делал нарушения. Я могу есть, что мне захочется. Я могу, как говорится, позволить себе всё, что я желаю. Но, однако, я никогда не забываю, я всегда помню о той причине, которая приводит к этой болезни. Я очень удивляюсь людям, которые очень хорошо разбираются во всём, кроме своего здоровья, кроме своего организма. Порой человек, покупая, приобретая автомобиль, он не позволяет подъехать к любой заправке для того, чтобы залить туда сомнительное топливо, когда, как он сам, можно сказать, есть, что попало. Когда он сам превращает свой собственный организм, своё тело в помойку, питаясь, чем попало. И сегодня, конечно, разговор будет не короткий, будет несколько роликов, иншаллах, для того, чтобы ведь мы, как мусульмане, несем огромную, большую ответственность за своё здоровье. Мы обязаны беречь своё здоровье, мы обязаны предостерегать себя от всего, что пагубно для нашего здоровья. И когда ты видишь, как люди, страдающие болезнью этой, или же вообще, которые на пути к этой болезни, как они едят, как они относятся к собственному здоровью, становится, конечно, обидно. И поэтому, я надеюсь, посредством этих видеороликов я сумею открыть глаза многих людей, я смогу, как бы, помочь многим людям перебороть эту болезнь, и не только эту болезнь, и решить проблемы ожирения и так далее. В ходе поисков этого лечения, я, конечно, до того, пока я не наткнулся на того, о ком я говорил, я пробовал некоторые виды диет, заплатив за эти диеты. Но я очень чётко, строго следовал рекомендациям этих курсов, но мне не удавалось довести уровень своего сахара, глюкозы до нужного уровня. Но потом всё-таки я начал сомневаться в этих курсах и перестал практиковать эти курсы. Я не буду их называть, но когда я нашёл самый лучший метод борьбы с этим сахаром, с этой болезнью, я в конце-то концов сумел его перебороть. И скажу, что эта диета и другие истории вот этой болезни, изучение причин и так далее, меня каждый день приводило к тому, что всё-таки наше здоровье в сунне нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в режиме питания, в режиме его рациона, а также основой основ нашего здоровья является один аят священного Корана, в котором Всевышний Аллах говорит, «Ауузу билляхи минаш шейтанир-раджим, «Вакулу, вашрабу, валяту срифу» «Вы ешьте и пейте, но не расточительствуйте». Поэтому расточительство в питании, чревоугодие и вообще такая привычка получать удовольствие от трапезы, то есть постоянное время провождения за застольями – это причина почти большинства наших болезней, болезней современного человека. И издавна лекари были единогласны. Их единогласное изречение звучало последующим образом. Они говорили, «Аль-ми'да-ту-бай-ту-да-а». Желудок – обитель всех болезней, «Валь-хим-мия-ту-ра-су-кул-ли-дава-а». А режим питания – основа всех, всего исцеления. И ошибкой людей, которые страдают болезнью, если говорить конкретно о сахарном диабете. Сахарный диабет – это результат неправильного, вредного питания человека. И лечение этой болезни находится в исправлении этого питания, в возвращении к правильному питанию. Это раз. И во-вторых, в воздержании. То есть правильный режим питания и голодание. Когда мы говорим голодание, это не значит истощать себя, морить себя голодом. Это значит, чтобы каждый прием пищи был после голода. Пища для чего предназначена? Для того, чтобы утолить наш голод, для того, чтобы обеспечить наш организм необходимыми питательными веществами, для того, чтобы мы получали энергию, силы для поклонения нашему Создателю, для того, чтобы мы были, обладали силами, для того, чтобы созидать на этой земле. Мы, не имея здоровья, человек не способен поклониться Всевышнему Аллаху. Он не способен поминать Всевышнего Аллаха. Поэтому очень-очень важно для нас всех соблюдение этики посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саллим, в режиме нашего питания. В дальнейшем, иншаллах, дорогие братья, я раскрою все секреты исцеления от этой болезни и конкретно расскажу вам о том, каким методом и каким режимом питания, какого режима питания следует придерживаться для того, чтобы вылечиться от этой болезни. Раз. И расскажу вам о таком чудесном способе спасения нашего здоровья, как голод. Вы знаете, в последнее время Вы очень часто в интернете встречаете такое понятие, как периодическое голодание, интервальное голодание. Я могу смело заявить о том, что голодание это сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллим. Когда мы, мусульмане, перестали соблюдать эту сунну пророка, саллиллаху алейхи ва саллим, сегодня нам американские диетологи, европейские врачи и так далее, современная наука нам говорит ваше спасение в сунне вашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллим. Ва саллим алейкум ва рахматуллахи ва баракату.